МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии праздника Роша-Шана в общину горских евреев в синагоге Морешет-Иудей-Кавказ в городе Хадера внесен новый свиток Торы. Этот щедрый подарок совершен уважаемым Хануко Хананаевым из Петахтиквы в память ушедших родственников и за здравие живых. Во время торжественного шествия со свитками звучала музыка, исполнялись традиционные песни, воспевающие Тору и Творца. Затем Тору поместили в Арон-Акодыш вместе с другими свитками. В финале вечера состоялся праздничный банкет. В Еврейской автономной области готовятся ко второму фестивалю языка Идиш, который пройдет с 7 по 10 октября. По словам представителей оргкомитета, мероприятие уже успело стать визитной карточкой региона. В течение трех дней на разных площадках Биробиджана и в муниципалитетах пройдут мастер-классы, беседы, интервью, открытые уроки языка Идиш, творческие встречи и концерты. Завершится фестиваль галоконцертом, на котором выступят творческие коллективы области, участники проекта «Хава Нагила со звездой» и солистка театра «Городский холл» Алла Ритв. Сегодня в клубе Тикватейну в Акка после годового ремонта открылся спортивный зал с новыми спортивными снарядами и инвентарем. В торжественной церемонии приняли участие мэр города Акка Шимон Ланкри и раби Ениф Нафталиев. Общинный центр Тикватейну несколько лет назад получил новое здание при поддержке и непосредственном участии Международного благотворительного фонда Стемеги. С тех пор он стал не только местом притяжения для кавказской общины, но и социально значимым культурно-спортивным объектом города. Министерство сельского хозяйства Израиля предупредило о возможном дефиците свежего куриного мяса в празднике из-за ограниченного количества рабочих дней, которые в этом году выпадают на начало месяца. В то же время в министерстве уверены, что у других продуктов, в том числе и яиц, на которые наблюдается повышенный спрос, достаточно. Учитывая, что главное украшение еврейского праздничного стола в Роша-Шана фаршированная рыба, новогодние трапезы, а значит и правильной встрече Нового года, ничего не угрожает. Тем не менее, министерство продолжает следить за изменениями на рынке, говорится в заявлении министерства. В случае необходимости могут быть применены меры беспошлиного ввоза в отношении дефицитных продуктов. В преддверии Роша-Шана российский еврейский конгресс наградил волонтеров, исправляющих мир. Церемония прошла в мемориальной синагоге на Поклонной горе. Подробности в нашем репортаже. Делать окружающий мир лучше не профессия, а призвание. И для многих жизненная кредо. Российский еврейский конгресс в третий раз наградил волонтеров, исправляющих мир, которые заняты исправлением ошибок несовершенной действительности. Наши замечательные волонтеры, не только наши члены общественного совета, но и другие друзья и партнеры российского еврейского конгресса, делая добрые дела, вкладывая своим временем, своими ресурсами, своими силами, своими профессиональными навыками в наши благотворительные проекты, помогая в том числе самым уязвимым членам еврейской общины. Огромный вклад в еврейскую жизнь России. И это мы должны помнить, и этим людям надо говорить спасибо. Прием стал самым первым в еврейской общине мероприятием, организованным в канун еврейского Нового года, 5783-го по иудейскому календарю от сотворения мира. То, что делает российско-еврейский конгресс, это очень важная миссия. То, что объединяет людей разных профессий, разных культур, и делает на благо вообще развитие культуры социальной, это очень важно, очень важно, особенно в наше время. Волонтеры – это не просто действие, это сердце, это душа, это человечность. То, что делают волонтеры, они не только реально помогают чем-то, они помогают самим фактом своего желания помочь. Помогая людям по собственным желаниям, не потому что тебя принуждают, а потому что все-таки это действительно ты считаешь нужным в своей жизни. И когда ты отдаешь, ты получаешь обратно много. Это очень важно. Знак признания Тикун Олам в переводе с иврита – «исправление мира». Это одна из иудейских заповедей – делать добрые дела и тем самым совершенствовать мир. Волонтеры Российско-еврейского конгресса, члены Общественного совета, бескорыстно и искренне вкладывают свои силы, время, свой талант, профессиональный опыт и душу в развитие еврейской общины России. Возьмем Мика Членов, которому сегодня я вручал эту премию Тикун Олам. Микой мы знакомы больше 30 лет. Но он уже 50 лет работает на благо еврейской общины здесь. Преподает евреи, организовывает еврейские организации. В общем-то, он делает так много. И другие. Саша Осмолов, которому мы знакомы тоже очень много лет. Когда люди готовы друг другу помочь, и тем более бескорыстно, это, я думаю, совершенно не зависит ни от национальности, ни времени года, ни Нового года. Это зависит от людей. И поэтому это замечательно, что еврейский конгресс это делает, этим занимается, и что люди готовы протянуть друг другу руки. Это очень здорово. Мы здесь все объединены. Очень важной, общей идеей принадлежности к российскому еврейскому конгрессу. И все остальное не имеет значения. Если есть доброе сердце, готовое помочь, я просто снимаю шляпу, потому что, ну, мало того, что нужно свободное время, нужно еще и душу иметь для этого. По итогам уходящего 5782-го еврейского года пятеро волонтеров были отмечены памятным знаком в виде спила бревна. Психолог и академик Александр Осмолов, актер Леонид Каневский, галерист Василий Церетелли, постуковед и профессор Михаил Членов и певица Маша Кац. В свое 75-летие отметил Йомтов Шамаилов, общественный деятель, видный представитель общины горских евреев, жизнедеятельность которого связана с целым рядом знаковых событий современной России. Большому юбилею предшествует большой путь со всеми вехами, победами, находками и разными неоднозначными событиями. И в сумме получилась судьба настоящего человека. Йомтов Шамаилов – это имя яркого представителя эпохи перестройки, связано с борьбой за права еврейской общины. Он уникальный подвижник нашего горского народа. Он, как сказать, на своем уровне, на уровне своего понимания окружающей действительности продвигал те ценности, которые тысячелетиями выпистывались в нашем народе. И он, понимаете, он участвовал на всех тех, по сути дела, на каждом, может быть, событии, на всех вехах, из которых сложилась современная российская действительность. После августовского путча 1991 года вся страна в прямом эфире смотрела, как хоронят одного из погибших защитников Белого дома – еврея Ильи Кричевского. Йомтов Ихиилович был тем, кто накрыл его гроб молитвенным одеялом – Талит Годоль. В результате эти похороны стали первыми официальными похоронами, где четко продемонстрировано еврейство умершего. В 1996 году чеченские бандиты похитили жителя Грозного и потребовали за него выкуп в 200 тысяч долларов. Тогда Йомтов Шамаилов обратил на это внимание мировой общественности, передав просьбу о помощи премьеру Израиля Бениамину Нетаньяху. И, встретившись с главным сефардским раввином, на волне резонанса сумму выкупа удалось снизить четверо, и он собрал эти деньги, доведя до конца дела освобождения, оказавшееся непосильным для политиков и организаций. Вы, Йомтов родной, делайте для всех, для себя, для других. Открытие синагоги, спасение людей, чтобы было много тор, много божеств, переживание ваше за других. Я же знаю, я же вижу, этому надо это, этому надо это, пойдем туда, делаем это. Вы всегда, Йомтов, думайте о других, и это ваша человечность. Свои поздравления направил президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев. Уважаемый Йомтов Ихилович, от всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой, которая побуждает нас оглянуться на ключевые вехи вашей славной биографии. Желаю вам крепкого здоровья, залога той самой неиссякаемой энергии, которая стала двигателем ваших славных дел. До 120. Поздравить юбиляра с праздником собрались представители религиозной власти, общественные и культурные деятели, а также гости из разных регионов России. Я его сердечно поздравил сегодня, вручил ему награду международную за сотрудничество с Российской Федерацией, с Россией. Потому что, когда он был в Германии, и в те годы, когда в Азербайджане, он все время помогал, по сути дела, представителям вот тех россиян, которые живут здесь, в основном представители нашего народа. Я желаю им ту здоровья, его семье благополучия, и ему, как наши праведники, чтобы дожил до 120 лет. Ну, этот человек, конечно, меня восхитил своим напором, своим вот этим трудолюбием. Он все время, как говорится, на острие ножа, иногда даже, наверное, не понимая современных реалий, он пытается иногда какие-то сотворить, ну, чудеса, вот реально чудеса. Имту Шамаилов родился 9 сентября 1947 года в Кубе. Закончил 8 классов, а потом поехал в Баку, где поступил в техникум советской торговли. Закончил его в 1972 году и начал работать в бакинском Центральном универсальном магазине. В 1986 году стал инициатором и одним из организаторов еврейско-религиозной общины и Общества еврейской культуры в Пятигорске. В 1993 году основал Московскую еврейскую религиозную общину Сефардов и стал ее президентом. В 1995 году Йомтов Шамаилов был награжден медалью «Защитнику свободной России» за исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного строя 19-21 августа 1991 года. В 2015 Йомтов Шамаилов получил награду Евроазиатского еврейского конгресса медали и диплом за заслуги. А в 2017 получил медаль имени Иосифа Хайма Ситрука. Еще больше новостей смотрите в нашей итоговой, на этот раз специальной праздничной программе «Два кадра», посвященной наступлению 5783 года по еврейскому календарю. Как всегда, после шабата. Чем живет российская творческая интеллигенция? Что смотреть в кино? Как изменилась жизнь евреев России, Израиля, Азербайджана и других стран мира за прошедшую неделю? Плюс краткий ликбе с понедельным главом Торы. Все это программа «Два кадра» на Первом еврейском. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Я поздравляю всех зрителей Первого еврейского с наступающим Новым годом и желаю вам хорошей записи в книге жизни. Увидимся в Новом году. Шана Това, Аметука, Удокумек. Редактор субтитров А.Семкин